Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, мне очень приятно принимать участие в таком серьезном мероприятии. И я постараюсь рассказать об энтеральном питании в палиативной медицине у пациентов с онкологическими заболеваниями. Это достаточно сложная и серьезная ситуация, когда пациенты, имеющие онкологические заболевания, нуждаются в проведении специализированного клинического питания. Безусловно, вопрос проведения клинического питания для пациентов с онкологическими заболеваниями это, наверное, основополагающая вещь для проведения любого вида лечения, будь то хирургического или химиотерапевтического и даже палиативного, потому что именно питание является залогом хорошо выполненного хирургического вмешательства, является залогом без перерыва перенесенного химиотерапевтического лечения, дивантного лечения и, конечно, для палиативного пациента, который находится в домашних условиях, проведение клинического питания, проведение правильного питания, является залогом повышения качества жизни и хорошего самочувствия. Поэтому я буду говорить, конечно, про палиативных пациентов, я буду говорить про домашнее энтеральное питание и расскажу, в общем, насколько важно пациентам онкологического профиля проводить правильное питание. У этой лекции нет конфликта интересов. Я читаю лекции для других фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования. Ну и сначала чуть-чуть разберемся с терминологией, касаемой именно онкологических пациентов. Недостаточность питания, связанная с заболеванием, определяется как состояние, которое возникает в результате активации системного воспаления, основным заболеванием, таким как злокачественное новообразование, собственно. И воспалительная реакция вызывает анорексию, разрушение мышц, что, в свою очередь, приводит к значительной потере массы тела, изменениям в составе тела и, конечно, ухудшениям физических функций и ухудшению самочувствия. То есть вот эта усталость, невозможность нормально функционировать, это то, что, по идее, появляется первым у пациентов, связанных, у пациентов с онкологическими заболеваниями и, собственно, индуцируется самой опухолью. Дальше вопрос при кахексии. При кахексии, когда ранние, это ранние клинические метаболические признаки, которые предшествуют массивной непроизвольной потере массы тела и мышечной массы, прежде всего мышечной массы. Риск развития кахексии и ухудшения зависят от таких факторов, как тип, стадия онкологического процесса, степень системного воспаления и степень ответа на противоопухолевую терапию. Дальше, конечно, вопрос кахексии. Это многофакторный синдром истощения, характеризующийся непроизвольной потерей массы тела с постоянной потерей массы скелетных мышц, с потерей жировой массы, либо без нее такое истощение невозможно исправить уже обычным питанием, и оно приводит к функциональным нарушениям. Саркопения в крайней степени это низкая безжировая масса тела, в основном мышечная, обычно проявляется утомляемостью, снижением мышечной силы, ограничением физической функции, ну и всем хорошо известно, как может выглядеть онкологический пациент, который отсутствует, у которого практически полностью масса тела, это достаточно страшное зрелище, и поэтому всегда мы должны помнить, что мы не должны доводить пациента до такого состояния, и помнить, что из кексии пациента вывести уже очень-очень трудно, и мы должны остановиться и не дать возможности развиться этому состоянию у пациента онкологического профиля. Почему это возникает? Потому что у пациента в ответ на появление опухоли в организме развивается нейроэндокринная стресс-реакция, то есть как ответ на любое системное воспаление, по сути именно системное воспаление поддерживает вот эту нейроэндокринную стресс-реакцию, то есть это реакция организма на опухоль, а следовательно запуск ускоряющегося метаболизма и катаболического состояния, который приводит к протеолизу в периферических тканях, то есть разрушению мышц, появлению отрицательного азотистового баланса, и это приводит, в общем, к тому, что пациент активно теряет массу тела, прежде всего мышечную. Но вот так выглядит патофизиология недостаточности питания при онкологическом состоянии. вы видите, что в ответ на появление опухоли запускается системная воспалительная реакция, и появляется, собственно, анорексия, появляется потеря массы тела и снижение функциональных способностей пациента, появляется усталость, появляется боль, появляется депрессия, и по сути вот эти дополнительные факторы, как анорексия, как усталость и боль, как депрессия, тоже влияют, по сути, на снижение возможности принимать пищу в достаточном количестве. Ну и сама по себе опухоль стимулирует не только системную воспалительную реакцию, которая приводит к потере массы тела, к изменению метаболизма в печени, к снижению жировой массы тела и использованию жировой массы тела в качестве источника дополнительной энергии, но и сама по себе опухоль запускает процесс анорексии, то есть посылает сигнал в центральную нервную систему об установке аппетита, и это, конечно, дополнительный фактор риска того, что у пациента с онкологией развивается недостаточность питания, поэтому всегда надо помнить, что как только у пациента появилось онкологическое заболевание, у него крайне высокая степень риска недостаточности питания. Ну, то, о чем я говорил, стадийность следующая, сначала анорексия и снижение потребления пищи, потом при кахексии, кахексия, когда снижается масса тела и ухудшается катаболическое состояние, и снижается количество принимаемых нутриентов, ну и саркопения, когда резервы организма полностью истощены, когда тощая масса тела, безжировая масса тела в основном мышцы практически потеряны, то есть это катастрофа абсолютная, поэтому здесь мы говорим о том, что мы не должны допускать кахексии ни при каких обстоятельствах, уж не говоря о саркопении. Распространенность недостаточности питания у пациентов онкологического профиля катастрофическая, вы видите, это результаты исследований в различных, которые показывают в зависимости от того, какой тип онкологического процесса происходит и развитие недостаточности питания, и по сути распространенность недостаточности питания у онкологических пациентов колеблется от 20% до более чем 70%, даже доходит практически до 90% в мировых исследованиях, причем, конечно, различия связаны с возрастом пациентов типа мрака и его стадии. И основные точки приложения для лечения недостаточности питания пациента, который находится с онкологическим заболеванием, это, конечно, снижение потребления энергии, да, мы должны достаточное количество энергии, это каким-то образом борьба с воспалением и помощь в поддержании физической активности усталости, то есть, по сути, основные точки приложения, которые нам позволяют лечить пациента, который, соответственно, улучшает его нутриционный статус. Ну, и огромное количество исследований, которые показывают, что предварительная нутритивная преабилитация отдельно, или в сочетании с программным упражнением, ну, вот вам, пожалуйста, да, позволяет снижать пребывание в больнице таких пациентов и мультимодальную реабилитацию ускоряет восстановление недооперационных способностей. Пероральное и энтеральное питание может улучшать состояние питания за счет увеличения жировой массы тела или поддержания состава тела пациентов с раком поджелудочной железы и желчных протоков при проведении химиотерапии, особенно в первом цикле, а также облегчить симптомы утомляемости. Ну, про ИРАС-хирургию много раз говорили, что в хирургии поджелудочная железа является безопасным и эффективным и может снизить частоту послеоперационных осложнений и способствовать выздоровлению пациентов. Ну, и если мы говорим о пациентах на домашнем питании, палеотивных пациентах, мы, конечно, вспоминаем о том, что такие пациенты часто выписываются из стационара с недостаточностью питания. Это в целом пациенты, которые выписываются из стационара с недостаточностью питания. И, конечно, отдельные люди. Это онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта. Это двойной удар. Это наличие самой опухоли и невозможности употреблять все необходимые субстраты с помощью физиологических... ну, как бы... физиологическим путем, ну и другие локализации сами по себе. Еще раз повторюсь, онкологические заболевания приводят к тому, что развивается недостаточность питания. Но здесь проблема у пациентов с опухолями головы и шеи, проблема с достаточным количеством возможности употреблять пищу, то есть проглатывать ее. Таким пациентам требуется домашнее клиническое питание. Что это такое? Это жизненно необходимая поддерживающая жизнь терапия для пациентов, которые не могут получать адекватное питание обычным путем. Оно назначается пациентам, которые уже не нуждаются в стационарном лечении, но при этом остаются зависимыми от специализированного лечения. Достаточно большое количество пациентов нуждаются в домашнем клиническом питании. В 2013 году в Соединенных Штатах Америки этот показатель составлял 786 человек на 1 миллион населения. Здесь разные пациенты, и онкологические, и неврологические. В основном, конечно, это две большие группы пациентов, нуждающихся в домашнем клиническом питании. В Великобритании этот показатель составлял 384 человека на 1 миллион населения. Тоже достаточно высокий показатель. К сожалению, в России пока обобщенных данных нет. Запущен реестр пациентов, сбор данных, реестр для сбора данных пациентов о тех пациентах, которые нуждаются в домашнем клиническом питании. Надеюсь, что у нас получится собрать эти данные, и мы сможем уже говорить предметно о том, сколько пациентов в нашей стране нуждаются в проведении домашнего клинического питания. Сообщается о более чем 250 человек на 1 миллион населения пациентов, нуждающихся в домашнем клиническом питании. То есть достаточно высокое количество, если мы пересчитаем на душу населения, то это достаточно серьезные цифры пациентов, которые нуждаются в домашнем клиническом питании. Каковы показания для проведения домашнего клинического питания? Это если пациент не может принимать пищу самостоятельно в течение одной недели и более, или не может принимать 60% и более от своих потребностей в энергии в течение одной-двух недель и более. Но это, если считать, что такое 60%, приблизительно соответствует ежедневному потреблению энергии только 10 килокалорий на килограмм массы тела в сутки, или когда пациент ежедневно недоедает 600-800 килокалорий. То есть здесь мы можем четко посчитать, какое количество пациенту требуется. Нужно ли пациенту проводить специализированное питание или не нужно. Ну и, конечно, в зависимости от того, как функционирует желудочно-черечный тракт пациента, может ли он самостоятельно съедать достаточное количество или не может, мы выделяем домашнее энтеральное питание, домашнее парантеральное питание и пероральную нутриционную поддержку. Пероральная нутриционная поддержка максимально эффективна, и с нее следует, безусловно, начинать. Если пациент может съедать самостоятельно достаточное количество пищи, но не может съедать его в полном объеме, то, конечно, пероральная нутриционная поддержка при помощи специализированного клинического питания, разработанных специально для этого, например, фрезубинов, напиток 2 килокалорий, или суппортан, это все то, что может, собственно, помогать пациенту доедать необходимое количество калорий. В случае с суппортаном мы еще и воздействуем на патофизиологию недостаточности питания у пациентов онкологического профиля, то есть там достаточное количество рыбьего жира, там достаточное количество жира вообще в принципе. То есть это препарат специально для онкологических пациентов, поэтому обязательно об этом помним. Ну и, конечно, дальше мы говорим о домашнем энтеральном питании, и уже если не работает желудочно-кишечный тракт, это совсем не для палеотивных пациентов, домашнее проэнтеральное питание. Я буду рассказывать про домашнее энтеральное зондовое питание. Что это такое? Это питание в виде специальных смесей, которые проводятся с помощью специального энтерального насоса, систем через установленную питательную трубку. Это идеальное проведение, и, конечно, если пациент не сможет питаться в будущем самостоятельно достаточно длительное время, следует установить ему гастростому еще до того, как у него разовьется какое-то истощение, не дай бог, и, соответственно, таким образом гастростома не будет никаким образом сказываться на качестве жизни пациента, будет позволять проводить энтеральное питание в достаточном объеме, а следует поддерживать качество жизни без внесения дополнительных страданий пациенту онкологического профиля. Но, тем не менее, мы говорим о том, что часто с этим немножко затягивают, на мой взгляд. Но в идеале, чтобы мы минимизировали любые осложнения, это должна быть специальная смесь для энтерального питания, и это должен быть специальный насос, который вводит дозированно в гастростому это питание, в противном случае мы повышаем риск развития осложнений энтерального зондового питания, а, следовательно, снижаем качество жизни, усугубляем страдания пациента. Это совершенно не имеет никакого смысла, поэтому обязательно в идеале проводить именно так. Обязательными условиями проведения домашнего энтерального питания являются высокий риск развития недостаточности питания, или если у пациента уже есть белковая энергетическая недостаточность, безусловно, если пациент самостоятельно не может удовлетворить свои потребности в питательных веществах при нормальном рационе питания, у пациента функционирует, это важно для энтерального зондового питания, функционирует желудочно-кишечный тракт, и он может получать уже терапию в домашних условиях, то есть он не нуждается в стационарном лечении, ну, а самое главное, он согласен и, самое главное, способен соблюдать правила домашнего энтерального питания. Здесь очень важный момент, потому что проведение домашнего клинического питания это всегда очень ответственное мероприятие, и таким образом, конечно, врач отвечает за проведение, а проводит его сам пациент, и здесь врач должен полностью убедиться, что пациент является его стопроцентным союзником, помощником и понимающим человеком, потому что если пациент не способен понять, насколько серьезно и ответственно это мероприятие, он не способен следить за красными флагами, которые могут возникать, то есть за осложнениями, то такого пациента, безусловно, нельзя отпускать на домашнее энтеральное питание. Когда начинается домашнее энтеральное питание? Домашнее энтеральное питание начинается в стационаре, когда пациент стабилен, в идеале ему установлена гастростома и верифицировано правильное положение гастростомической трубки. После этого в стационаре подбирается смесь для энтерального питания, подбирается режим ее введения, то есть уже когда пациент выписывается из стационара, мы никаким образом не будем иметь сюрпризов, с тем, что когда в процессе подбора смеси или подбора скорости введения, мы получим какие-то сюрпризы в виде осложнений, связанных с проведением этого питания, поэтому в идеале мы всегда должны это сделать в стационаре. Ну и еще раз повторюсь, что пациент или законные представители обладают достаточными знаниями, возможностями, чтобы осуществлять домашнее энтеральное питание. Перед выпуском из стационара либо в специально созданной клинике таких пациенту должно быть индивидуально подобрана смесь для энтерального питания, исходя из того, чем он болеет, исходя из его состояния, прежде всего тяжести, исходя из переносимости тех или иных смесей, ну и, соответственно, тип и объем смеси должны быть определены заранее. И еще раз посмотрите, необходимо убедиться в том, что пациент или законные представители, ухаживающие за ним, правильно поняли и будут соблюдать основные правила проведения домашнего энтерального питания. Если пациент или ухаживающие родственники относятся к этому спустя рукава, имейте в виду, что ответственность на вас, а проведение на них, и здесь ни в коем случае вы должны им доверять абсолютно как себе. Это очень важно. Когда не проводится домашнее энтеральное питание? Пациентам с тяжелыми функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта это логично понятно, так же, как и тяжелая малябсорбция. Если у пациента есть выраженные метаболические нарушения, то ему место в стационаре, а не дома. Пациента с обструкцией желудочно-кишечного тракта также место в стационаре, а не дома. Если у пациента есть другие противопоказания к энтеральному питанию, например, нарушение целостности желудочно-кишечного тракта, например, продолжающиеся желудочно-кишечного кровотечения, это опять же ему место в стационаре, а не дома. Невозможностью, обращаю ваше внимание, обучить пациента или ухаживающих за ним лиц основным правилам предосторожностей осторожностям домашнего энтерального питания. Отказе пациента или его законных представителей от проведения домашнего энтерального питания. Это логично, если они не хотят, то мы не будем настаивать, не можем настаивать. Можем уговаривать. Ну и здесь, видите, если ожидаемая продолжительность жизни составляет менее месяца, решается индивидуально, и здесь задача не внести дополнительных страданий, но если все проведено правильно, если энтеральное питание проведено правильно и уже стоит гастростома, Никаких дополнительных страданий мы пациенту нашим энтеральным питанием не доносим. Решение о назначении домашнего клинического питания осуществляется мультидисциплинарной группой нутриционной поддержки. Это в идеале, когда они со всей стороны могут оценить пациента и функцию его желудочно-кишечного тракта. Если это невозможно, то решение принимает лечащий врач. И, соответственно, каким образом выбирается программа энтерального питания при проведении домашнего энтерального питания с учетом заболевания пациента, состояния пациента, типа доступа, гастростама или июностома. Понятно, что июностома – это отдельный вход, это отдельный контроль, это стопроцентное использование насоса и так далее. Типа энтеральной смеси, способы ее введения, как мы будем предлагать пациенту вводить постоянно капельно, интервально или болюсно, и как он будет это переносить, потому что если пациент сохраняет свою физическую активность, то мы будем ему предлагать какие-то специальные интервальные, может быть, введения для того, чтобы он не был привязан к энтеромату, ну и предпочтение самого пациента. Назогастральный зонт – это не пропалиативных, наверное, пациентов, потому что если продолжительность питания будет не более 4 недель, для нас это вообще отдельная история, потому что назогастральный зонт и выписка домой – это большой вопрос. Черезкожная эндоскопическая гастростомия, как я уже говорил, не увеличивает уровень смертности, не влияет на частоту развития аспирационных пневмоний, при этом улучшает доставку питания, улучшает нутриционный статус пациента, улучшает качество его жизни, прежде всего, в том числе, социальная активность, внешний вид не влияет, никаким образом не видно, снижается неудобство, снижается дискомфорт, то есть фактически через какое-то время пациенты забывают о наличии гастростомы у себя и, собственно, живут нормально. Предпочтительно использовать специализированные смеси, и для предотвращения развития диареи и запоров, пациент используется смесь для нейтрального питания, обогащенная пищевыми волокнами. И нельзя использовать блендеризированную пищу, то есть пищу, переизмельченную в блендере и предоставленную пациенту. Она является, во-первых, более затратной по стоимости и времени подготовки, причем временные затраты на приготовление такой пищи составляют более 50% всех денежных затрат на приготовление пищи. Ну вот представьте себе. И плюс сама по себе блендеризированная пища может влиять на нормальную работу гастростомической трубки и так далее, и так далее. Ну и обращаю ваше внимание, мы должны немедленно, приготовив пищу, во-первых, рассчитать белки, жиры и углеводы, то есть превратиться в диетологов. Немедленно приготовить, немедленно дать, и так делать много раз в сутки, потому что за раз мы можем дать не больше 200 мл. Быстрый, высокий риск контоминации патогенной флоры, нет практически итоговой экономической выгоды, в отличие от готовой жидкой смеси, когда высокая белковая ценность, высокая энергетическая ценность, отличное проведение через стому и так далее, 24 часа длительность хранения и доказанное улучшение нутритивного статуса. По сути, блендеризированная пища для пациентов, находящихся на домашнем энтеральном питании, является еще дороже, потому что менее эффективна для проведения домашнего энтерального питания у больных людей, у него очень высокий риск бактериальной контоминации, увеличивается риск развития желудочно-кишечных осложнений энтерального питания, ну и по сути получается, исходя из всего этого, обычная пища просто небезопасна для проведения домашнего энтерального питания. А правильно проводимое домашнее энтеральное питание приводит к снижению риска возникновения, риска возникновения осложнений, частоты развития пневмонии, инфекции мочеводерительной системы, анемии, требующей госпитализации, снижение частоты повторной госпитализации, выделение интенсивной терапии в стационар и улучшает качество жизни, в том числе увеличивает массу тела. Основные риски, которые связаны с проведением домашнего энтерального питания, это, конечно, риски, связанные с толерантностью желудочно-кишечного тракта к проводимому питанию. Чаще всего их можно нивелировать при подборе в стационаре и все, собственно, выписать пациента с минимальными рисками. А вот самый большой риск, с которым сталкивается пациент дома, это риск, связанный с установленной гастростомой, потому что есть вариант возможной возникновения утечки желудочно-содержимого, обструкции гастростомы, дислокации гастростомы, инфекции зоны установки гастростомы, а следовательно, может быть и разъединение перитонит и возникающий дополнительный риск генерализации инфекционных осложнений. Этого можно избежать, если домашнее клиническое питание проводит специальный провайдер, который осуществляет контроль за правильностью проведения этой программы, контролирует эффективность проводимого питания, безопасность проводимого питания, развитие осложнений, отвечать на возникновящие вопросы и осуществляет техническую, методологическую поддержку. И это данные международные. Снижается частота, если провайдер проводит специальное домашнее клиническое питание, снижается частота повторной госпитализации в стационар, связанных с гастростомой, с 23% до 2%, снижается частота возникновения инфекционных осложнений, снижается в итоге стоимость лечения, особенно при длительном периоде проведения интерального питания на дому, и улучшается качество жизни таких пациентов. То есть провайдер домашнего клинического питания весьма и весьма оправдан. Спасибо за внимание, глубоко уважаемые коллеги. Я надеюсь, что моя лекция была полезна. Продолжение следует...